Два десятка частных домов в районе деревни Старая Решета оказались в ледяном плену из-за разлива реки Чаша. Садоводы с тревогой ждут паводки, едва потеплеет, постройки могут оказаться затопленными. В ситуацию вмешались городские власти, на место выехали оперативные службы. За их работой наблюдала наша съемочная группа. Видите, вода в теплице, ей уходить некуда. Юрий Зыков рассказывает, за четверть века, что владеет здесь участком, такое случилось впервые. Вода подобралась вплотную к домам и замерзла. В ледяном плену оказались два десятка строений. В бане канализация замерзла, сюда вода поступила и верхняя часть трубы замерзла. Потом что еще? Да везде, на дороге вода везде, грядки все залило водой и замерзло. Урожай, то что с осенью было посажено, то погибнет. Это однозначно. Вода разлилась из ближайшей реки с говорящим названием Чаша. Из-за аномальных морозов еще в феврале промерзли ее русло и дренажная система. В итоге поток устремился к дачным участкам. Сегодня в коллективные сады в районе Старых Решет приехали городские власти и оперативные службы. На сегодняшний день задача администрации состоит в том, чтобы обеспечить беспрепятственный проход воды, тем самым снизив угрозу для подтопления соседних коллективных садов. Организована работа Пирайской городской службы спасения, привлечены силы МЧС и Росавтодора. Тяжелая техника сразу начинает работу. 15-тонный экскаватор за один раз вычерпывает почти кубометр воды вместе со снегом и льдом. Там, где не пройдет техника, ото льда избавляются вручную. Его приходится выпиливать сантиметр за сантиметром, чтобы дать воде возможность уйти. Специалисты говорят, уже приезжали сюда зимой. Освобождали территорию ото льда, чтобы избежать подтопления в дальнейшем. Сегодня из-за перепадов температуры работы приходится проводить вновь. Ждать у речки теплой погоды некогда, счет идет на часы. Там уже лед проседает, значит мы двигаемся в нужном направлении. Мы думаем, что эта ночь еще будет прохладно, а там плюсовые температуры, что у нас это все получится и мы здесь справимся. Справляться со льдом и водой помогают и те, кто обычно борется с огнем. Представители добровольной пожарной охраны проводят так называемое чернение. Темная поверхность активнее поглощает солнечные лучи. Вот высыплем золу, оно быстрее подтаивать начнет и промоет. Растопить лед и не допустить подтопления садовых товариществ – эту задачу власти, дорожники, спасатели и пожарные планируют решить за один день. Ежедневно следить за ситуацией, пока лед полностью не растает. Елена Пряхина, Алексей Вербицкий, Андрей Волков. Новости. Первоуральск. Перво ves на стенеowana. Расскажите.